В 2008 году на экраны выходит фильм «Пастух», известный также в нашем прокате по названию «Специальное задание». И все бы ничего, но именно в этом фильме английский актер Скотт Эткинс осуществил мечту детства и впервые встретился на съемочной площадке со своим кумиром Жан-Клодом Ван Дамом. События фильма происходят в Штатах, а именно на границе США и Мексики, где и трудится в пограничном патруле экранный герой Ван Дамма. При этом весь фильм был снят за 47 дней в Болгарии. Да, вот так вот, даже увеличив вдвое бюджет картины с 6 до 12 миллионов долларов, боссы студии Stage Films приняли решение снимать в Болгарии. А все потому, что съемки там обходились гораздо дешевле, чем в Штатах. Основная ставка была сделана на экранное противостояние героев Эткинса и Ван Дамма. Кульминацией должен был стать их поединок в финале фильма. Жан-Клод сыграл бывшего полицейского Джека Рабида, который прибывает в штат Нью-Мексико, чтобы устроиться на работу в службу пограничного контроля. Его герой принципиальный и, прошу заметить, честный служитель закона, и у него есть близкий друг. И это Кролик. Приятель, зачем тебе Кролик? Уже в начале фильма создатели приготовили для ностальгирующей публики разборку героя Жан-Клода с кучкой неотесанных подонков в кабаке. Как же много похожих сцен было в карьере Ван Дамма. И в этот раз хозяин Кролика не оплошал и уверенно, как в былые лучшие времена отвесил по полной программе грубым кретинам завсегдатаем забегаловки. Кроме того, Жан-Клоду пришлось проявить смекалку, ловко и быстро ловить нарушителей, участвовать в автомобильных погонях, метко стрелять и пробежаться по болгарским просторам. Очень быстро Джек Рабида стал героем и знаменитостью в местной приграничной провинции. Кроме того, он оказался в мексиканской тюрьме, которая на самом деле находилась в пригороде болгарского города Видино. И там Рабида завалил местного тюремного чемпиона, Бычару, который возомнил себя лучшим. И здесь не обошлось без фирменного удара с разворота. Опять-таки в угоду ностальгирующей публике. В свою очередь Скотт Эткинс предстал в фильме в образе плохого парня, контрабандиста, бывшего представителя элитного подразделения спецназа, мастера на все руки и ноги. Этот парень отлично обращается с оружием, огнестрельным и холодным, а также является мастером боевых искусств. В общем, ему лучше не переходить дорогу, а то можно не досчитаться зубов или вовсе расстаться с жизнью. Создатели фильма придумали героя Эткинса воистину оригинальное имя – Карп. Он является правой рукой главаря банды Бенджамина Майерса. Скотт Эткинс в интервью неоднократно рассказывал о том, что было два человека, которые повлияли на его выбор посвятить свою жизнь боевым искусствам и кино. Это Брюс Ли, его фильмы в числе первых вдохновляли совсем еще юного Эткинса, и второй человек, оказавший на его выбор ключевое и решающее влияние – и это Ван Дамм. Фаворитом среди его фильмов для Скотта был Кровавый спорт. Вторым в списке часто пересматриваемых был Кикбоксер. Особенно Эткинсу запала в память подготовка Ван Дамма к поединку с Тонгпо. И вот спустя много лет произошла встреча, где Эткинсу суждено было сыграть плохого парня, на пути которого стоял праведный служитель закона, честный пограничник по совместительству кумир детства Жан-Клод Ван Дамм. У фильма был свой инструктор, который отвечал за постановку боевых сцен, но в финальном поединке Ван Дамм и Эткинс, согласие режиссера фильма Айзека Флорентайна, аккуратно так подвинули инструктора в сторону и сами занимались постановкой финального поединка. На момент съемок картины Ван Дамму было 47 лет. В фильме у него был дублер, однако большинство трюков он выполнил сам. Скотту Эткинсу тогда был 31 год. Дублера в фильме у него не было. Да и зачем? Скотт и сам превосходно справлялся. В общем, сэкономили на билеты в Болгарию и с девчонками из массовки рассчитались. Поединок снимали в неком недостроенном особняке. Репетиции и съемки суммарно заняли 5 дней. По сюжету Карп кидал в сторону Рабида ручную гранату. Тот успевает отбежать, однако от взрыва его нехило так контузило. В общем, заметьте, годы идут, времена меняются, но одно остается неизменным. Многие персонажи по-прежнему не могут справиться с Ван Даммом в честном поединке. То герой Бола Йена Чон Гли ослепит порошком прямо на ринге, то Эткинс лимонкой запустит. В общем, после этого контуженный, едва стоявший на ногах Рабида, начинает поединок с Карпом, у которого есть нож, против безоружного Ван Дамма. В одном из вариантов сценария у Рабида тоже был нож. Но с подачи Жан-Клода решили обратиться к основной версии сценария. И на первом этапе схватки Рабида противостоял мастеровитому Карпу без ножа. На крупных планах в руках Эткинса мы видим настоящий нож. В сценах нападения на Ван Дамма нож бутафорский. В эпизоде, когда, увернувшись, Скотт наносит удар ножом, бутафорский нож был сломан о ногу Ван Дамма. Об этом рассказывал сценарист Джо Гейтон. Ван Дамм тогда пошутил. Но если бутафорские ножи закончились, будем использовать настоящий. Скотт, ты уж постарайся не продырявить меня. Но вгонять нож в колено кумира у Эткинса в планах явно не было. Бутафорские ножи еще остались и сцену в итоге досняли успешно. Оставшись без ножа, Эткинс проводит серию ударов по корпусу. После чего завершает атаку эффектным ударом в прыжке с разворота. Чем всегда славился сам Ван Дамм. Да-да, та самая эксклюзивная вертуха Ван Дамма. Актеры решили, что этот удар по кумиру нанесет именно Скотт. Далее Эткинс вырывается из захвата Ван Дамма и наносит удар в падении правой ногой в голову Рабидо. По словам режиссера, сняли ту сцену довольно быстро, всего за пару часов. Причем сняли несколько дублей с разных ракурсов. И каждый раз Эткинс был успешен. А в итоговый монтаж попал фрагмент, снятый из-за спины Ван Дамма. В эпизоде, когда Эткинс наносил удар с разворота и падал на пол, в кадре мы видим спину Рабидо. Здесь был задействован дублер Ван Дамма. Переломный момент поединка. Рабидо наносит удар и сбивает Карпа с ног. Во время очередного дубля, когда Эткинс падал, он повредил колено. Но ничего серьезного. Съемки продолжили в тот же день. Переломив ход поединка, Ван Дамм наносил удары исключительно правой ногой в голову и корпус. После чего в приступе гнева добивал лежавшего на полу Карпа. Кстати, Ван Дамм был не в восторге от такой развязки, когда он избивал лежачего Скотта. Ведь в сценарии существовал альтернативный вариант развязки боя, когда Жан-Клод вырубал Эткинса ударом с разворота. И тот, ударяясь головой о стену, падал на пол без чувств. Никаких серьезных травм во время съемок поединка актеры не получили. Конечно, были доведенные до конца удары, как следствие синяки и ссадины. Но никто не жаловался. Обычная добросовестная мужская работа. Съемки того поединка и фильма были закончены в марте 2007 года. Мировая премьера состоялась в марте 2008. Увы, фильм был обречен на кассовый провал ввиду того, что показов в кинотеатрах не было. Пастух сразу же вышел на DVD, был доступен в платном показе на кабельном телевидении, а затем права на показ продавали телевизионным компаниям. Уже после премьеры фильма в интервью Скотт Эткинс рассказал, что он остался недоволен тем, что поединок пришлось сократить по времени. И тем, как была снята развязка боя, которая, по мнению Эткинса, была слишком скоротечной. А все потому, что Ван Дамм не захотел снимать, так как видел тот эпизод режиссер Флорентайн. Пришлось заметно сокращаться. Тогда Эткинс полностью был на стороне режиссера и считал, что он был прав, так как умел снимать хороший экшен с качественными поединками. Ведь именно Флорентайн снял фильмы «Неоспоримый 2» и продолжение «Неоспоримый 3», где Эткинс сыграл Юрия Бойко. И тем не менее, несмотря на некие разногласия в постановке «Поединка», Эткинс тепло отзывался о совместной работе с Ван Даммом. Рассказывал о том, что они хорошо общались за пределами съемочной площадки. Жан-Клод рассказал ему ряд интересных историй, которые произошли на съемках его фильмов. В конце интервью Эткинс сказал о том, что «Да, мечта сбылась. Я работал на съемках фильма вместе с Ван Даммом, и этот актерский опыт – очень важное событие, которое навсегда останется в моей памяти». Сам Жан-Клод рассказал о том, что студия ошиблась в том, что отвела на съемки недостаточно времени. Что касается Эткинса, его он называл профессионалом – актером, который знает, как работать на съемочной площадке и снимать экшн-фильмы. А также сказал о том, что никакого конфликта с режиссером у него не было. Были лишь определенные расхождения во мнении, касаемо съемок отдельных фрагментов фильма. Впоследствии Ван Дамм и Эткинс примут участие еще в нескольких совместных проектах. На данный момент они вместе снялись в четырех фильмах. Фильм «Пастух», он же «Специальное задание» осуществил заветную детскую мечту Эткинса, где он сыграл вместе со своим кумиром. Ну а для большинства ценителей жанра фильм представляет ценность и был интересен исключительно именно этим поединком – экранного противостояния Жан-Клода Ван Дамма и Скотта Эткинса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok